Здравствуйте, дорогие зрители моего канала! И сегодня у нас здесь, видимо, будет какой-то небольшой разговор на видео, где я просто расскажу про то, что сейчас происходит в моей жизни. Буду я не одна, но с чаем в руке и с музыкой сердца. Итак, у нас сейчас майские, я вас всех с этим поздравляю. Несколько дней свободы, очень клёво, очень прикольно. Я, собственно, тоже сейчас отдыхаю. В последнее время у меня был дикий загруз со всякими там письменными работами в университете. Я вроде как совсем нормально под конец разобралась. И сейчас у меня несколько дней заслуженного отдыха. Правда, сейчас опять навалились какие-то еще более долгосрочные проекты на май, сессии, ближатся и так далее. Но я надеюсь, что я как-нибудь тоже с этим разберусь. Но, по крайней мере, что побери, мне очень-очень-очень-очень нужно. Чуть-чуть отдыха хотя бы пару дней, потому что очень сложно в таком режиме очень долго существовать. Сейчас вот май, вот это вот прекрасное сияющее солнце из окна. Это все было просто мне дико необходимо, потому что у меня был какой-то дикий депресснег в последнее время. И сейчас вот, когда я наконец-то могу вырваться от всех этих работ, бесконечных письменных, при том, что я искренне люблю университет, люблю учиться. Но сейчас, поскольку я могу наконец-то записывать видосы, гулять, что-то делать просто или ничего не делать. Просто ничего не делать, лежать и там прокрастинировать, смотреть YouTube и так далее. Абсолютно нормально, несколько дней, клево, отлично. И это просто было очень мне нужно, поскольку вот сейчас был какой-то прям очень сложный период. Сейчас мы берем небольшую паузу перед тем, как добить такие наконец-то этот год. И окончательно закончить второй курс. Так что вот такие вот дела. Сейчас у меня есть небольшой перерыв на то, чтобы там посмотреть всякие прикольные книжечки. Я накупила все книжечки про то, как снять кино. У меня это актуально, поскольку я хочу снять кино в тайне. Но на самом деле уже не очень в тайне. Я надеюсь, что я буду как-то с этим разбираться потихонечку. Потому что вот, да, вторая тема это канал и то, что мне наконец-то надо восстанавливаться. Потому что у меня был довольно долгий перерыв, три недели, я не снимала вообще никаких видео. Потому что как раз из-за того, что мне пришлось там дописывать курсовую, еще что-то делать. И на самом деле вот за эти три недели, пока я ничего не снимала, я поняла, что для меня это действительно важно и интересно. Поскольку мне было реально очень плохо из-за того, что я не могла вообще заниматься никаким творчеством, не писать ничего, не снимать ничего. И даже сейчас на этом каком-то маленьком начальном этапе, когда сейчас вроде бы ничего особо такого огромного, крупного не происходит, мне уже это очень нравится. Для меня это какое-то выражение своих мыслей. Для вас это, я надеюсь, получение какой-то новой интересной инфы. Или хотя бы чего-то нормального, более-менее интересного, чтобы послушать. В общем, три недели перерыва показали мне, что для меня мои видео искренне и действительно важны, и что я могу продолжать, и я должна продолжать. За это время, конечно, моё голову посетило много различных мыслей, потому что для меня все-таки это новый вид деятельности. И я еще сейчас читаю довольно много книжек. Я вообще всегда очень часто читаю всякие нон-фикшн книжки. Мне вообще они очень нравятся, потому что, ну, если совсем честно, художественную литературу в большом количестве я не потребляла уже довольно давно. Иногда я читаю что-то, что мне особенно нравится, но на самом деле сейчас я намного больше нон-фикшн употребляю всяких книжек по продуктивности, по креативности, как там развить свой мозг, свое мышление, как быть продуктивным, как, опять же, вон там лежит книжка, как снять кино, преодолеть всякие там сомнения и двигаться дальше. Ну, в общем, всякие такие мотивационные книжки. И они мне очень нравятся про цель в жизни, там, про философию, иногда еще там про политику, про экономику. Тоже очень интересно, очень мне нравятся. Мне они нравятся, потому что это книжки, при всем моем уважении в художественной литературе, в большом, это книжки, которые ставят своей целью решить какую-то нашу очевидную проблему. Художественные книжки тоже решают проблемы, но менее очевидные там надо думать. Книжки не художественные, они, знаете, так прямым текстом говорят о том, какие проблемы они хотят решить, но при этом есть еще такой обратный эффект, потому что, знаете, когда я там читаю про то, книжку про то, как быть более продуктивным, как, значит, организовывать свои дела, мне кажется, что я уже организовываю свои дела, хотя это не так. И мне уже кажется, вот, я же работаю в этом направлении, бла-бла-бла, тру-ля-ля. Так и ежедневники остаются незаполненными, остаются несделанными дела. Эффект ложный того, что ты уже занимаешься тем, чем ты хочешь, хотя ты этим не занимаешься, а только смотришь всякую предварительную литературу и думаешь, как это правильнее все сделать. И это, конечно, такая ловушка, в которую можно попасться, в которую попадаюсь часто и много. Еще одна тема, которая у меня сейчас вникла, это второй иностранный язык. У меня два иностранных языка, которые я изучаю. В моем университете иностранным языкам уделяется очень большое внимание. Если с первым, с английским, у меня все хорошо. Я вообще всегда его нормально, очень хорошо знала. И, собственно, я еще экзамен с ЕИ на уровень С1, то есть на продвинутый, я сдала еще в 10 классе. И в целом у меня нет никаких проблем с английским. И там все нормально, все хорошо. То есть немецким просто какая-то задница в последнее время. И, честно говоря, я оказала для себя в каком-то очень необычном положении, потому что я привыкла, что у меня хорошо с языками, потому что я люблю их, и я обычно в них разбираюсь. Но вот сейчас я как-то умудрилась забросить немножечко это дело. Когда я поняла, что не надо было это делать, и решила возвращаться назад в работу и работать, выяснилось, что у меня такие довольно большие проблемы провела. Ну да, пробелы, и из-за них проблемы. Логично. И сейчас вот я пытаюсь срочно нагнать, потому что в нашем случае с нашей такой очень быстро идущей программой, если я сейчас не нагоню, то у меня будут очень большие проблемы в последствии. В общем, сейчас к пяти экзаменам, которые у меня будут в университете, добавляется еще за счет по-немецкому, который я не знаю, как я буду сдавать. Я надеюсь, что я его сдам. По крайней мере, я сейчас очень много работаю над этим. Я очень много, значит, все учу, все повторяю с самого начала до самого конца. Я надеюсь, что количество перейдет в качество, и я добьюсь каких-то результатов, ну потому что, блин, я хочу учить немецкий, я люблю немецкий язык и немецкую культуру, и мне всегда хотелось именно его учить, как второй иностранный. Но при этом сейчас вот происходят, да, какие-то очень большие сложности. Языки — это, конечно, то, что забрасывать не надо, потому что потом фиг нагонишь, если вы языковом вузе учитесь. Ну, в целом, я еще сказала про то, что у меня сейчас такой был небольшой кризис, небольшой депрессняк. Я так немножечко, да не немножечко, на самом деле, довольно много обдумывала вообще все, что происходит в моей жизни, все, что происходило в ней до этого, туда ли я вообще иду, куда мне надо. У меня такой, знаете, все смеются, надо мной все поржарят, всякий раз, когда я это говорю, все надо мной очень сильно ржут. Небольшой экзистенциальный кризис у меня возник. Как-то переосмысливаю немножко свои приоритеты, потому что всю жизнь для меня во главе угла в моей жизни стояла учеба. Ну, так получилось. Для меня всегда это было важно и всегда это было интересно. И хотя я никогда не училась на сплошные пятерки, но тем не менее для меня всегда это было важно, это занимало огромную кучу моего времени. И учеба это было то, наверное, основное, что было в моей жизни до текущего момента. Но при этом мне всегда было очень больно и неприятно из-за того как раз, что мои творческие проекты, они остаются где-то в стороне, на каких-то вторых, третьих, четвертых ролях, хотя я совершенно не так к ним отношусь. Из-за того, что я не всегда успевала ими нормально заниматься, или я не успевала, или у меня не было настроения, или я была жутко уставшая, я как-то не могла ими полноценно заниматься. Хотя, конечно, это во многом тоже те же самые отговорки. Нет такого понятия вообще, как нет времени. Есть понятие, что мои приоритеты лежат не в той области, что это для меня не приоритет. Есть такое. Но фраза типа у меня нет времени, это, конечно же, неправда. Сейчас я пытаюсь как-то переставить свои приоритеты местами, потому что, блин, творчество для меня так важно. Вот эта вот вещь для меня важна, я хочу и нормально заниматься, не хочу забрасывать ее на три недели. Я хочу вообще нормально снимать ролики на постоянной основе. Мне это нравится, для меня это интересно, я хочу этим постоянно заниматься. И другие свои проекты тоже, которые для меня очень важны. В общем, сейчас я пытаюсь как-то вырулить с тайм-менеджментом, подумать, что я все это время делала не так, и попытаться как-то это исправить. Не знаю, получится или нет, надеюсь, получится. Вообще есть только один способ это выяснить. В общем, я решила перестать свои приоритеты немножечко. После вуза я всегда прихожу очень дико уставшая, и у меня обычно уже не возникает никакого желания, знаете, там что-то делать, ни по творчеству, ни по творчеству, вообще что-либо. У меня еще очень длинная дорога из университета домой, полтора часа в один конец. Я, значит, после того, как эти полтора часа в общественном трансфорте проведу, у меня не то, что там творчеством заниматься и желание есть, у меня есть только одно желание, на самом деле просто лечь и лежать, и лежать долго. Поэтому я решила, я не могу ничего с этим сделать, пока что полтора часа, вот полтора часа и есть. Я пытаюсь, во-первых, их не проводить полностью бесполезно, я пытаюсь дать в них что-то, делать в них, опять же, ту же самую домашку. Во-вторых, я решила, что поскольку я жаворонок, я жаворонок. Вот, еще один факт обо мне, я жаворонок. Я решила встать совсем уже ранним жаворонком и заниматься своими делами по утрам. Потому что, во-первых, ну это логично, потому что самими важными делами, которые для меня очень важны, надо заниматься в начале дня. Поэтому я буду вставать рано-рано, я буду делать свои творческие дела, после этого я буду ехать в ВУЗ, после этого я буду в ВУЗе, после этого я буду ехать домой, и дальше я уже буду как-то разбираться со своими учебами, так, повседневными делами. Своей учебой, не со своими учебами. Плюс еще, да, выходные Так что выходные все это Немножечко легче, немножечко проще Хотя тоже, конечно, знаете, так Упустил время, там проспал Половину дня, встал в 12 Фактически там полдня пропустил И еще после этого, знаете, так Раскачался только к 7 вечера В итоге опять ничего не сделал Еще я замечаю, что когда я Смотрю как бы чужой какой-то Контент на ютубе, я не создаю собственный Поэтому мне, видимо, может быть Надо как-то поумерить Свои аппетиты В отношении чужих видео И все-таки как-то сосредоточиться на создании своих Зацените, какие у меня есть наклейки У меня есть наклейки Рика Морти Я обожаю Рика Морти И я, кстати, недавно их пересматривала И вот сейчас вот у меня Есть такой классный набор наклеек Вот Набор наклеек, тут всякие наклейки Вот, наклейки с Риком Первое, что меня интересуют наклейки с Риком Потому что Рик мой любимый персонаж Несмотря на то, что он, конечно, не пример для подражания Но он, конечно, абсолютно шикарный Да Очень смешной разворот Все остальные, да, наполнены полностью Джереми стоит один С возгласом Anyone В общем, не знаю, будут ли они все израсходованы По идее, да, я хочу все здесь обклеить Да, пофиг Мне 19, пофиг Я все обклею своими любимыми наклейками Потому что почему бы, черт побери И нет Эта страница уйдет точно Вот это вот я точно куда-то все наклею Вот это вот последняя вещь, которую я читала То есть, как снять кино Это, значит, тоже такая прикольная книжечка В которой написаны такие Ну, это, да, такие основные вещи Простым языком Про то, как можно снимать свой собственный кинчик Я не знаю Естественно, я не начну с каких-то полнометражек Потому что у меня нет к этому сейчас какой-то возможности Но сейчас можно будет поснимать всякие скетчики Мини-сериальчики, еще что-то Для этого мне нужно сделать кучу разных вещей Для начала мне нужен кто-то еще А для этого нужно социализироваться Просить кого-то, чтобы они поснимались вместе со мной Занимать чье-то время Кучу всего надо организовывать Кучу всего надо делать Не знаю Ох Куча проблем огромная На самом деле вот сейчас я тоже не знаю Смогу ли я нормально расслабиться И нормально отдохнуть Потому что у меня в голове огромная куча проектов Которые надо закончить Надо бросаться и туда, и сюда И в эту сторону, и в ту И вообще непонятно, что надо делать Поэтому Будем смотреть Блин, теперь тут сияет такое яркое солнце Что мне вообще, по-моему, сейчас даже не очень видно Вот видно, что опять прошла весна Потому что теперь яркое-яркое сиящее солнце Будет мне мешать в дневное время Вообще что-либо делать Снимать видео, значит, что-то писать, что-то делать Вообще ничего становится невозможно Надо отпрятаться на диванчике в тени Потому что диван-то единственное место в моей комнате Которое не затронута этим ярким-ярким-ярким-ярким Ослепляющим солнцем И поэтому Тоже не очень продуктивно получается В общем Этот разговорный блог был как-то очень сильно завязан На продуктивности И на моих каких-то делах Не знаю, видимо Потому что это то, что меня сейчас волнует больше всего И это был блог Без какого-то особого сценария Поэтому я действительно сказала просто то Что меня в данный момент как раз сейчас волнует Но я надеюсь, что вам было интересно А! И еще одна вещь Я начала строить планы на лето Видимо, не факт, что мы сможем поехать куда-то за границу В Европу в этот раз И поэтому мы, видимо, отправимся к какой-то путешествии по России Что прикольно И еще я надеюсь, что я устрою себе фестивальную программу Потому что есть парочка очень крутых фестивалей На которые я хотела бы сходить Это Booking Machine Festival Это Маятник Фуко Это, по крайней мере, то, о чем я сейчас знаю Еще есть несколько концертов Это Hollywood Vampires Это Джонни Тепп Джо Перри И Эрис Купер Бум, шикарно То есть у меня вообще такие двойственные музыкальные взгляды Такие биполярные, я бы сказала То есть мне нравится старый тяжелый зарубежный рок И новый русский рок Та и другая часть моих увлечений Будет воплощена в жизнь в этим лет Это очень прекрасно Это то, чего мне больше всего хотелось И на этом у меня, наверное, на сегодня все Я надеюсь, что это было интересно для вас Послушать, как у меня происходит жизнь Какие у меня вообще дела Что я намерена делать дальше В общем, если вам нравится мой контент Подписывайтесь на канал Ставьте лайк Следите, пожалуйста, за моими обновлениями Постараюсь больше не исчезать Постараюсь делать больше крутых, прикольных видео И на этом у меня, наверное, все Большое спасибо вам за просмотр Всем спасибо, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok